Первый тафель моего мужа. Впервые муж пошел за тафелем. Именно поэтому, друзья, я бы хотела сегодня рассказать о том, как прошел этот тафель и что дали мужу, каковы его самоощущения. Я говорила о том, что не буду записывать каждый тафель, потому что он у нас 4 раза в неделю, в этом нет никакого смысла. Но просто сегодня получилось так, что за тафелем пошел муж. И я просто помню свои первые ощущения во время получения тафеля. Во-первых, я пришла, не понимала, что делать. Конечно, меня очередь, в очереди все очень гладко, культурно, нет никаких склок, скандалов, никто ничего не выхватывает и так далее. Я не знаю, как происходит в других городах или районах города, но у нас все цивильно. Просто очередь, каждый идет в свою группу, стоит человек, представитель организации тафеля, он пропускает по 2-3 человека, смотрит, чтобы люди не толпились. И просто ты платишь 1 евро за семью, показываешь карту тафеля и движешься по кругу, получаешь те продукты, которые благотворительная организация считает нужным тебе дать. Вот, и все культурно и цивильно. Но я помню свои первые ощущения, да, для меня, конечно, первый раз это был, ну, прямо-таки стресс. Потому что само ощущение, во-первых, ты идешь вот с этой вот сумкой. Сумка-чемодан вот на колесиках, с которыми вот всегда я в России, мне казалось, ходят только бабушки. Вот, и само вот это ощущение, когда ты взял сумку вот эту, пошел за бесплатными продуктами, ну, оно меня слегка окоробило. Вот, и потом, когда я туда подошла, ну, я была первый раз, почему-то я не спросила у ребят там из лагеря, как это происходит. И я встала в очередь, и опять-таки осознание того, что ты стоишь в очереди за бесплатными продуктами, но мне изначально от него становилось плохо. Вот, потом я, конечно, переосмыслила все происходящее, я как бы приняла ту историю, что вот сейчас мы находимся в таком положении, и что мы имеем право на получение этого тафеля, и как бы, ну, я всегда говорю, что мне вот, ну, мне стыдно сейчас, я ничего не нарушаю, моя совесть чиста. Но первый раз мне тяжело дался, и я прям рассказала об этом мужу, а муж такой, ой, ну что, ну, как бы мы же ничего не нарушаем. Мы приехали, вот сейчас у нас такое время, что нам нужно перекантоваться на вот этой вот социальной поддержке для того, чтобы как бы дальше сделать уверенный шаг в будущее, да. Вот, и как бы он в этом ничего не увидел, мне кажется, не понял моих переживаний, но я-то их помню. И вот сегодня, тот самый день, когда за тафелем пошел муж, получается, в его школе сегодня не было занятий, и он пошел. Поэтому я предлагаю вам посмотреть тафель очередной, да, и я постараюсь у мужа спросить, каковы были его самоощущения, потому что мне кажется, ему тоже должно быть, ну, как минимум, не очень хорошо в этот день, потому что мужу вообще очень-очень тяжело сдается вот этот статус безработного, статус человека, пользующегося социальной поддержкой от государства, ну, как бы ему прям очень тяжело это дается, ну, по понятным, например, для меня причинам, потому что мне тоже нелегко он дается. Вот, но давайте смотреть. Ну, что, друзья, опять меня вынуждали писать видео про тафель. Вот, сегодня у меня был первый опыт посещения тафеля. Вот, ощущения, скажем, смешанные, мягко говоря. Приятно, конечно, что много продуктов, в себе выжжали на евро. Вот, но с другой стороны, немножечко, когда почувствую себя, как бы, своей тарелкой. Вот, но с другой стороны, как я себя успокаиваю, как себя успокаиваю. Все-таки немцы, ребята такие, что их особо не проведешь, даже пытаться не стоит. И раз по закону, да, по нормам положено, это, так называемая, социальная помощь, ну, значит, ее, наверное, нужно брать. Потому что у немцев, я бы сказал, все довольно дотошное, рассчитанное, выщрено прям до миллиметра. И, ну, вот реально раз, подавая документы на пособие, подавая документы в тарелку, подавая документы, что вы получаете там пособие в таком-то размере, в таком-то статусе семьи, они его рассматривают. И если понимают, что сумма недостаточна для нормального уровня жизни, то, соответственно, оформляют тарелку. Вот. Ну, и вот на пособие, по-моему, это тоже, как я рассказывал, да, что оно не с потолка берется, сумма это 500, кто думает, что? С нового года 506. Ну, 506, не суть, да, порядка 500 евро. Она берется не просто так, там прям четко расписано, когда его формируют, что там 200 с копейками евро, это идет на продукты питания, 50 евро это на перемещение, ну, то есть там на дождь, на тикеты, на какие-то поездки, какая-то часть суммы идет на одежду, обувь и так далее. То есть прям сумма берется не с потолка, она прям до точно, точно очень рассчитана, сколько нужно на еду, чтобы питались, чтобы вам все хватало и так далее. Вот, соответственно, раз по норме положено так, значит, так и положено, значит, так нужно, и в любом случае, сколько мы немножко ассимилируемся, начнем работать, зарабатывать, немножко немецкое государство налогами, все это гуманитарную, так сказать, помощь, на заднем случае вернет, что, в принципе, правильно и справедливо. Поэтому сегодня у нас обзор Тафеля, это первый Тафель в 2024 году. Вот, посмотрим, что нам Бог, лице, государство послали. Так, значит, начнем с большой сумки. Это замечательная капустка, которую мы раньше никогда не ели. У нас ее в этот раз довольно много получается. То есть, ну, что на самом деле хорошо, что интересно, что очень много овощей и фруктов. И что печально, что очень мало мяса и колбасов и деньги. Но питаться вынуждены мы правильно, да, Виташи? Вот, поэтому поглощаем много овощей и фруктов. Вот, кстати, это мандарины и пиксины. Как раз у нас завтра, какой праздник? Рождество православное. Да, с друзьями, сделаем глинтвейна. И очень нам нужна будет цедра с мандариной. Средничная для этого дела. А, кстати, мы пока сегодня стояли с Дамиром в очереди, на входе раздают такие разные баночки. Там, когда-то Red Book, практически аналитические напитки. Сегодня раздавали безалкогольное вино, маленькие баночки. Вот, и как-то подходит кто-то, явно не нем, который разговаривает по-русски. Вот, и говорит, типа, алкогольные эти штуки? Нет, типа, в Тафеле, это безалкогольная история. А, ну да-да, ладно, тогда не надо. Вот, в общем, как я вам сказал, в Тафеле максимально полезные стираты по-русски. Да, самое вредное, это, наверное, сладости. Вот, итак, значит, имеем мы несколько у нас мандаринов, апельсинов. А, кстати, с 1 апреля в Тафеле становятся дорожки. На самом деле, во многих регионах, во многих городах Тафель, в принципе, всегда по 2 евро. И в некоторых городах его получают, на самом деле, раз в 2 недели, а мы получаем, да, раз в неделю. У нас Тафель прям очень классный. Всегда свежие овощи, фрукты, всегда продукты с достаточно длительным сроком годности. Тафель очень хороший у нас, очень. Ну, реально, мы все съедаем, вот, фрукты, овощи съедаем дня за день. Да. То есть, у нас даже никакого шанса вообще нет. На самом деле, столько салатов и свежих овощей мы в России зимой не ели, 100%. Наташа, да, и что это? Это лаймы. Лаймы. Лаймы, ну, 3 лаймы, точно. Мы их, кстати, пересыпаем с сахаром и потом пьем с чаем. С лимоном? Так, груши, 2, по-моему, 3, 3 груши, надо бармандовать. Мы обычно не едим. Зачем это коробка? Она прям портит вид. Ну, я смысл хлеб соблажу. Так, яблоки. Вот, сегодня у меня подвел мой немецкий, потому что он спросил, говорит, что он что... Короче, я подумал, что он спрашивает, виноград или ананас. И говорю, тогда давайте мне виноград. И смотрю, он встает такой... Думаю, блин, это же не виноград. Помело. Да. Ну, в общем, он спросил, я неправильно понял. И беру помело Андерсен. Но помело очень вкусно, на самом деле, Дамир любит. И она большая. Ну, она у нас будет, наверное, приходит. Так, касаемо фруктовой части, это, по-моему, все. То есть, у меня есть несколько яблок, несколько мандаринов, и все. Вот, в этот раз, кстати, давали какие-то чайные колбаски. Удачи, типа паштета колбаска. Ты говоришь, что мясо не дают. Вот я сегодня пошел, говорю, я не добыл мясо. Ты расскажи немножко о предыстории, что обычно тафель я получаю в связи от того, что у тебя курсы, а сегодня курсов не было. И еще, со всесоны, а ты говорила, у меня нет, аж две штучки. Ну, это на самом деле редкость. Если бы вам еще дали, не знаю, что ли. Может, тебе все время, Данил, за тафелем ходить? У меня курсы не пошли, поэтому я один раз ходил, посмотрел. В принципе, можно ходить, собирать, забирать, вот, и теперь можно следить, продолжить эту славную традицию. Сметаны две пачки. Сметану у нас прямо сметаной откармливают. Сметаны очень много, очень много капусты, и у нас через раз борщ. То есть мы там варим, например, гороховый суп, потом борщ, фасолевый суп, борщ, суп с галушками, борщ. Ну, сметану можно, кстати, есть и, как-то, например, другого. Сметану, кучу сметанных полос. Ну, да, наверное, да. Сметану можно тоже сметанным соус сделать. Все можно сметанным соус сделать. Так, это Дамир, я не знаю, что это такое, Дамир прям попросил, возьми айс-капфе, холодный кофе. Ну, в общем, я не понимаю, это молочный какой-то, да? Ну, это прям кофе, только холодный. Нам его давали, он очень сладкий, очень, поэтому я прям не смогла пить, и Дамир разбавляя водой. Дамир его прям попросил. Ну, он пил его как сок, разбавляя водой, хотя, ну, я считаю, что это прям совсем не полезная штука. Еще немножко капуста? Это прям очень много, Данил. Ну, это прям очень много. Еще немножко капустная? Капустная будет капустная неделя. Ну, мы ее, наверное, просто заморозим часть. Нет, мы будем ее есть. А в следующий раз вкусно, фили. Да, она вкусная, но это просто очень много. Просто нужно очень много овощей есть, пока. Немножко совсем граммушечка редиски. Как редиска, кстати, по-немецки? Ну, помнишь? Гугл знает. Гугл помнишь. Так, есть немножечко у нас моркови. Морковь. Это не чуть-чуть. Чуть-чуть моркови. На 2-3 супа моркови. Попросил я у него лук, он спросил поры. Надо что из него? Ой, я очень его полюбила. Я его всюду использую. Мне очень нравится и в супы, и в салаты, и ботву я даже использую. Кстати, спасибо подписчикам, которые советовали нам в комментариях, что готовят из этого лука. Я прям очень оценила. Это еще детские поры. Лучше поры. Я выбросил, смотри, сегодня. Ну, это, наверное, не детские, это, наверное, обычные. Капуста белокочанная? Да, белокочанную капусту. Как-то, вайк, ров, коль, как-то так называется. Но, на самом деле, вот та капуста, которую мы обычно берем, мне больше нравится. Нет, это в салат сюда все. Вот, дай, конечно, еще больше. Да, да. Я тоже добыл. Вот эта капуста, кстати, мы в салат используем, и в борщ я ее кидаю тоже. Вот это я заметил уже на выходе, чеснок. Мне там не хватает чеснока. Лука много, а чеснок... Причем они дают не головку, я попросил бы, дайте чеснок. У нее вот так, у нее половиночку будет где-то на поле. Чеснок. Я обожаю с этим. С луком, с собачом, с супом. Буквально тогда две, две лучинки, да, выбрали. И вот это я не знаю, что это такое, но она мне сказала два раза на немецком. Ну, это как редька, наверное. Как редька. Это название два раза на немецком я не сказала, но я, честно говоря, не понял. Она говорит, что берете, кружка нарезаете и едите. Да, это может салат, может, Наташ. Может быть. Если кто-то знает, подскажите нам, пожалуйста, что это такое, как это называется. Ну, это мереть, кому-то. Я даже не знаю ничего аналогичного, чем бы сравнить в России, не знаю такого. Это же овощ, правильно? Да. Не знаю такого. Так. Молочи, да? Буквально поштучно картошку. Картошки когда как дают? Когда поштучно, а когда дают прям килограммчик. Ну, прям не сетками, а именно поштучно. А я руками упал. Я думаю, что килограммчик дают тем, кто идет просто в первой группе. Хотя это много, на самом деле, картошки дали. Опять-таки на пару сухов. Да нет. О, это Дамиру дали какие-то сладости. Покажи. Слушай, ну давай вот их вытащим. Нам нужны формочки для льда на завтра. Это все вытащим, а формочки для льда используем. Ну, он же большой. Ну, хоть какой-то. Так. Вот шпорташина. И вот мы взяли с облея. Хоть и безалкогольное вино. Безалкогольного вино, Грибаныч. Я сначала не хотел брать. Потом, Грибаныч. Чтобы они просто развивались. И там, наверное. Грибаныч, безалкогольного вино. Что-то при сыпке. Ну, это тоже, наверное, сладости какие-то, да? Нет, смотри. Ну, помните, пить. Так, и осталась у нас большая штука. Вот, собственно, этот трав. Замер попросил для тебя авокадо. Авокадо, да. Авокадо. Я очень люблю, да. Он очень дорогой. И здесь, и в России очень дорогой был. Мы его в России прям редко правильно покупали. Несколько кинюшек. Хлеб белый. О, хлеба целую булку дали. Я не емал. Минус одна. Белый хлеб. Несколько булочек. Дамер попросил себе шоколадную булочку. Мы дали, а мне сразу не было. Поэтому ее здесь нет. Ну, вы же пошли без завтрака, получается. Так, без завтрака. Красивая булочка. Ой, вот эти вот очень вкусные булочки, конечно. Я, кстати, в этом году еще ни одной булочки не съела. Вот. Узря. А вот эти вот сырные очень вкусные. Ну, и вот с посыпками всякими. Я, кстати, серые больше люблю, чем белые булочки здесь. Вот. Обычно худшие булочки. Мы стали, когда из Замера говорить, нам стали давать обычные булочки. Мы стали просить, вот эти сырные, эти сладкие. Они говорят, вот эти уберите тоже. Болочек всегда много дают. Мы их замораживаем, потом размораживаем. Какие-то дали вредности детям, да? Это наподобие чипсов. Это картофельные чипсы. Ну, их надо убрать сразу. Не очень. А, ну, это нахер. Это старая. Это прям много дали. Перчики маленькие вот такие. Болгого вообще. Интересно, как они не пропадают, эти перчики? Это много. Они просто острые, да? Они же очень острые. Никогда такие не брали. Ну, в смысле, когда нам не давали, никогда мы с вами не покупали. Но мне кажется, это такое, что ты просто в суп макаешь, и он уже острый сам по себе. Ну, мне кажется, ну, это не хватает. Это много. Так, немножко томатов. Помидоров дали это очень много, потому что обычно дают один, максимум два. Немного томатов. А, или упаковочку черри. Коридоров очень много. Потому что надо быть более дружелюбным человеком. Я очень дружелюбным всегда. Я не знаю. Всегда улыбаюсь и благодарю Даню. Ну, не знаю. Я, чеснок, смотри, желтый, зеленый. Красный, я не знаю. Детский и взрослый. Проверь микрофончик, на всякий случай, горит. А? Микрофончик горит, у тебя на всякий случай горит. О. Ну, все, тебя не слышно. Серьезно, не горит? Не горит. Так, ну, тебя не слышно будет. Ну, я бы, ты скажешь. Еще сладостей. Еще сладостей. Так. Я так понимаю, тоже какой-то десертный, да, сладостей все? Наверное, не знаю, что это такое. И лапшичку. Как она комната. Ну, яйцо, наверное, попросил вот такой вот оранжевый. Ну, все. Кстати, в этот раз дали много того, чего обычно не дают. Там нужно быть более дружелюбным. Просто дружелюбным. И люди потянут. Ты просто первый раз ходила, и, видимо, с большим задором. Просто дружелюбным, чуть-чуть. Вот, полный стол, но, мне кажется, там, много овощей фруктов. Вот так примерно. Например, на половине даже больше. Две третьих овощей фруктов, хлеб, ну и немножко фруктов. Ну, это очень много. Чистая польза. Очень много, да. Чистая польза. Спасибо большое. Таффи за Таффи, за продукты, за поддержку семей молодых. Ну, и с нами. Я не знаю, что им сегодня мы молодой семьей. Ну, все, все, все. Меня все равно не слышно. Хочешь, кстати, еще идти в Таффи? Нет. Почему? Я буду встречать здесь его. Так. Все. Надо говорить спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Все, все. И еще, ребят, я сразу в одном ролике выложу еще один небольшой Таффи. Дело в том, что обзор снимали дети. Они не смогли пойти за Таффи, вот. Вот, но очень попросили снять, как они будут его показывать. А я так и не опубликовала этот ролик. И вот сын спрашивает, а где мама? Мы же снимали для тебя обзор Таффи, где этот ролик. Поэтому я сейчас его добавлю следующим. Кому интересно, посмотрите. Кому не интересно, вот просто пролесните, ради бога, это видео. И все. И со спокойной душой ищите то, что вам нравится. А я заранее благодарю за просмотр всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Всем привет! Сегодня обзор Таффи сделают у нас ребята. Обычно они ходят со мной в Таффи. Кирочка режет, Данилчик чаще. Но сегодня Данилчик немножечко приболевший у нас, поэтому Таффи не пошел. Но ему интересно, что нам дали, да? Поэтому мы сейчас будем смотреть, что же получили мы сегодня в Таффи. Это такой рождественский Таффи у нас получается. И будем смотреть на реакцию детей, на то, что мы получили. Так, у нас две сумки заполнены продуктами. Мы начинаем с большой. Давайте, ребят, по очереди. И первое, вот грибочки и помидоры. Грибы нам первый раз дают. Еще пока не готовили. В России мы не часто готовим. Потом дали сметану. Она уже распаковалась. Вся сумка в маму сметане. Ребят, вы только ставьте сразу в уголочек, потому что много живут. Еще что-то дали сметану и йогурт. Вот это у нас три баночки сметанки. Будем снова готовить бочек, да, дочка? А это вообще молоко. Молоко? Да. Убирайте сразу в вторую руку, потому что насыпали силы. Так, погнали дальше, ребят. Идута для приготовления соуса. Окей. Потом вот что-то. Тоже какой-то... Кефир, молоко или что-то. Какой-то напиток, да. Потом вот... Шарма или как? Хурма это. А, хурма. Что-то не устану. Хурма. Так, дальше. Потом... Вот что-то есть только. Это тоже хурма, да? Не знаю. Что это? А, это апельсинчик просто испачкался. Ох, ну, перчик! Дальше ватый. Дальше, дальше, ребята. О, лук. Ручок салатик. Салат, да. Да, хорошо. Раз, быстро залетает такой. Потом... Это что? Помидоры, что-то... Прошу, что-то... Нет, не помидоры. Хурма. Еще хурма, да. Мама. Грязное еще. Так, давайте составляем, потом все помоем. Хорошо? Уже мушки. Мушки. То есть, еще выбирай в холодильник, все помоем. Дальше. Трава. Морковка. Это рукава. А, мам, арбуз дали. Офигеть! Зимний тавель арбуз дали. Да. Так, а это морковка, девка. Она очень вкусная, сладкая. Как нам рассказали в комментариях. Давай. Ее детки берут на перекусы в школу. О-о-о-о. Арбуз. Разрезаны будем раздавтра, да? Сейчас возьму тряпочку. Первый раз тоже арбуз, да? Да. Нам давали мандель, ананас. Огурец, огурец. Это в России мы такие не покупали. Они тоже довольно-таки вкусные. Они больше такие кругловатые. В России мы покупали с кукурюшками маленькие. Ну да, да, да. Они вот такие были. Картошка отдельно как-то здесь. Тоже большая. Угу. Да, надо сказать. Потом помидорчики немного вот здесь. Помидорчики. Где помидоры лежат? Ну я их туда складывала, Грибал. Тоже огурчик. Еще один. Потом мандарин, что-то. Угу. Горох, что ли, дали? Лимоны. Горох один послепее, другой послепее. Да, у Даницы, если горушка у нас попалит, у нас лимоны вообще хорошо идут. Что это такое? Горох. Вау, горошек. Ну прям, они прям нравятся. Я прям рад. Капусты как-то? Капусты в салатик. Да. Мы же ее много дают, но я даже больше. Мы-то могли поаккуратнее? Вот здесь это все. Да. Вот там яблоко и картошка еще одна. Угу. Потом там есть лук, парашка. Ну только один, да, я обычно много. Картошка. А, вот еще помидорчик где-нибудь носил. Скажите, я думаю, помидорчику буду носить. Это что? Мандарины, печеночки. Мандаринка. О, горошек. Так, дальше, дальше. Дальше. Огурец. Еще огурчик. Вкусно. Блин, это все сметана. Офигеть. Ну он по всей сумке раздевает. Все? Доставай сумку. Дальше не доставим, да, это сумки или что? Доставай. Потом нету. Техническая замерка у нас. Авокадо. Так, сумки зато через продукцию? Да. А, все, просто на сумку помыли, да? Авокадо дали очень много. Много, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я их очень люблю, поэтому я прям сильно порадовалась. Ну, а да ты. Сумочка с виноградом. Потом вкусняшки будем в конце поколоть. Булки в конце, виноград. Еще виноградик. Займите, поставь на врач. Потом вот булочка. Сырная булочка. Такую нам в прошлый раз, да, мам, бывали? Да, да, с шоколадной ночи. Я выбирала. Потом, удивительно, намного хлеб дали. Белый хлеб предлагали черный на выбор, Данилович. Я белый. И сейчас мы даем вот полбулки, на самом деле, нам на неделе. Обычные булочки. Да, потому что вот такие вот булочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наряжем мы, Данилович. Потом, вот, еще булочки. О, это тоже с этим. Это салат, что-то. Это микрозелень. Помните, мы в Ростове выращивали? Для кошек. А, я помню. Мы для кошек не выращивали. Это мы просто для булки выращивали, а это микрозелень. Нет, это варяет. А, Мишечка, ты в Ростове прокрываешь. Потом, что у нас здесь еще есть? Что-то кукурузные палочки или что-то такое. Не знаю, да. Потом Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз. Всякие калории. Дед Мороз. Это такая вот штука непонятная. Это типа сникерсы. И самое удивительное, нет? Ух, ё. Конфетка. Данюшка, у тебя вот это выражение? Мы прям все не нравятся. Что-то это зовут. А, там много маленьких будет. Вы поняли, что это по упаковочке? Это Феррера Роше, помнишь? Ну да, мы покупали тебе. Ну да. Так ты давай, ребята. Они прям очень дорогие. Ты возьмешь? Да. Да. Ой, какой миленький. Такой большой. Ну да. На этом все, да? На этот раз мало булок. Не жгут. Авокадо много. Обычно больше всех булок дают. Так, ну вот наш предрождественский сапель. Ребятам еще давали подарки. Подарки вообще классные. Но подарки давали тем людям, которые сапель получали раньше. Когда мы приехали, списки на подарки уже были собраны. Поэтому мы, к сожалению, в данном случае остались без подарков. Но в целом вот это вот тапель, который мы получили, в принципе, с канон Рождества. Я считаю, он очень дорогие. А, ну да, вот. Она сама шоколадная и в ней маленькие. Овощи на салате, авокадо надолго, фрукты. Обычно дают много апельсинчиков, бананчиков. А в этот раз дали много хурмы. И 7 авокадо. Ну как, много авокадо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это на неделю. Ну, в целом, вот такой вот получился у нас тапель, который нам дали в канун Рождества. Булочки. Много булочек, да. Вкусняшки. Винограда много. Это прям очень хорошо. Большая феррера-роше конфетка, в которой много маленьких. Да, дочка? Да, винограда две сумочки. Да, авокадо, брукты, овощей достаточно много дали на салатике. Из фруктов в этот раз дали хурму и апельсинчик, немножко мандаринов и арбуз дали в этот раз. Арбуз. Зимний тарфель. Удивление. Много сметаны, придется снова варить борщ. Не знала то, что зимой растут арбузы. Зимой растут арбузы, ни разу еще не давали. Все, у него такой получился к стаффе. Ребята, спасибо вам за помощь в разборе. Говорите пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всего хорошего и до новых встреч. Ребята, на этом все. Я еще раз благодарю вас за просмотр и буду рада, если вы поставите лайк этому видео или оставите комментарий под ним. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok